За прошедшие сутки на Театре военных действий произошли следующие изменения. На Луганском направлении Северодонецк практически полностью перешел под контроль Луганской Народной Республики. Оставшаяся группировка ВСУ в промзоне Азота отстреливается для полномерного отхода в Лисичанск. По данным ЛНР, украинская группировка может насчитывать около 4,5 тысяч ВСУ. Радгромлена группировка ВСУ в Горском Золотом. Находившиеся в котле военнослужащие и иностранные наемники в количестве до 2 тысяч человек потеряли возможность обороняться. Горское Золотое находится под полным контролем российской армии. По сообщению официального представителя ЛНР, в плен сдались более 800 бойцов ВСУ под Лисичанском и в Горском Золотом Котле. Над администрацией Горского удрузили флаги Российской Федерации Луганской Народной Республики. Местные жители с радостью встретили войска ЛНР. Проснулись мы утром, уже смотрим российские военнослужащие. Эти ВСУшники удрали ночью, очень быстро, побросали все. Разрушили, разграбили весь город. Короче, полнейшие, где-то 40% разрушений в городе. Шахту полностью разбомбили. Короче, мы ждем, что здесь будет постоянно власть и ждем референдум, чтобы войти в состав России. На Донецком направлении войска ДНР взяли населенный пункт Кадема, откуда ВСУ систематически обстреливали Горловку. Кадема оставался важным пунктом для ВСУ, так как через него украинская группировка Гулигорской ТЭС получала снабжение для удержания территории. В районе Покровского продолжаются бои. Подразделение 30-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ в боях со штурмовиками Вагнера потеряли более половины своего личного состава. ВСУ уже на протяжении трех дней пытается пробить оборону ДНР со стороны Углидара. В результате украинская группировка взяла под свой контроль Павловку и продвинулась до линии Никольская, Егоровка, Новомайорская. Войска ДНР сдерживают превосходящий по численности украинский контингент. На Херсонском направлении в районе Высокополя был сбит украинский Су-25. В самом Херсоне совершен теракт украинской стороной. Произошел взрыв в машине директора управления по молодежной политике региона Дмитрия Савлученко. Я сегодня потерял второго друга, которого убили здесь, в Херсонской области. И угрозы, которые летят в мой адрес, не сломят меня, не сломят моих товарищей. И здесь все равно, что бы там ни было, даже после нас будет Россия. В рамках новой военной помощи Украине и США передадут 4 пусковые установки «Хаймарс», 1200 гранатометов «Джавелин», 18 бронекатеров, Австралия 14 БТР М113АС-4, Словакия 4 вертолета Ми-17 и Ми-2, по остальным фронтам без особых изменений. Австралий! Австралий!